2,5 мм что больше? здесь внутренняя часть посадочная чуть чуть больше 2 мм вот эта часть получается наоборот меньше все прикручиваем быстро стартер ставимся и заезжаем делаем ставим автономку опять бак сдвинулся е-мое вот начались профессионалы по горкам едет один ехал ехал он забуксовал но включи ты блин аварийку я еду за ним тащусь сам еду начинаю буксовать блин ты включи аварийку я откуда знаю что у тебя там впереди может кто-то едет может там еще что-то заранее сделал это нет он до последнего пока не объехали меня уже все пока я сам почти не встал блин не включил аварийку хотя бы в рацию там сказал что дружище буксую обходи это ладно пол беды вон они впереди две моргалки едут посыпалки хрен где они ничего не посыпано тут второй день гололедище вчера вчера ладно как бы снег был да а сегодня вот ну не знаю что тут снега то нету как такового то есть поземка вот эта которая намело непонятно откуда ветром надуло вот она лежит а ветра а снега то нету как такового снегопада то нету чего не засыпают вот чем вопрос блин ждут пока кто-нибудь разложится а потом приедут и будут засыпать все это отсыпать в одну сторону 2 км в другую сторону 2 км этого что ли дожидаются я вот вообще что-то ничего не понимаю какая у нас сегодня замечательнейшая погода как она меня радует прям 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 радует прям вот все как всегда это мне тоже привычная ситуация наверное на этой трассе на рубцовской ветрищ снежище переметы поземка и гололед это нормальная ситуация на этой дороге зима 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 стандартная в общем ситуация что мы добрались вчера до Барнаула выскочил я за Барнаул как вчера сегодня в 6 утра выскочил за Барнаул и что поспал поспал немножко и педалируем дальше сегодня загрузиться сейчас приеду загружусь и буду спать стоять отосплюсь и потихонечку помаленечку покачу в сторону дома я думаю что завтрак обеду я приеду вот сегодня дойти до Барнаула в принципе можно выскочить за Барнаул заночевать где-нибудь на том же на Газпроме я не знаю еще где-то на Роснефти вот и там что-то сдувает вот и завтра еще что-то останется 250 км потом 4 часа хода дойти до дома завтра дома встать постоять поделать дела какие-нибудь подстричься сходить еще что-то сделать перед Новым Годом переднем рождении и все и послезавтра в путь дорожку ну нахер включил я свет включил я туманки передние задние чтобы себя хоть как-то обозначить на дороге потому что вот сейчас легковая появилась метров 200 наверное видимость что-то прямо вообще какая-то видимость никакая вот еще одна легковая там по-моему нет вазик появился вазик по-моему метров 200 наверное не больше видимость лучше мы поедем с туманками пожжем немного электричество хозяйское нашего нашего товарища директора пожжем лампочки но зато зато мы себя как-то обозначим на дороге в такой ситуации потому что на самом деле дорога такая мерзопакостная не считая того что метет того что ветер боковой сильный ну как бы гололед вроде не сильно ощущается но сильнейший боковой ветер который по сути для газели вот это страшная погода сдует нахрен газельку батурную вот не считая всего этого еще и видимость ограниченная это самое плохое что ты едешь 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 а какой-нибудь бах парень появился не знамо откуда с мигающими стопаками и ты уже оказался у него в корме скажем так потому что у нас нынче любят всякую лампочки там лампочки стоять которые непонятно как работают светят и избивают с толку вчера кстати обсуждали с парнями в группе лампочки говорю блин кто ставит их надо в одно место заснуть эти лампочки моргающие и заставить перед носом перед своим на все нормально метет такая же погода по-любому до самой границы с казахстаном что такие лампочки люди ставят эти лампочки они ни разу не ездили за людьми наверное с такими лампочками не понимают что они бьют по глазам вот это вот мерцание моргание оно не то что отвлекает оно как сказать то правильно приводит человека наверное в растерянность ну вот по крайней мере я вот буду судить по себе да я теряюсь когда я вижу вот эти вот моргающие лапочки я не могу на подъем ребят надо вы видите какой тяжелый и то не могу я просто не знаю какая здесь место какой подъем ты че друган тут бля ну травнина я на них вот просто теряешься болит надо выключить я говорю что я вот по крайней мере я теряюсь просто теряюсь от этих лампочек потому что непонятно что у него или не работает или у него это габариты так что-то там каратят замыкают сейчас же тем более зима погода такая что сейчас ты едешь у тебя работает там стоп-сигнал габарит через минуту у тебя не работает уже не стоп-сигнал не габариты вообще у тебя оторвало с куском с куском снега задний стопак поэтому такая ситуация не надо ставить эти лампочки ударом же сделали что есть нормальные обычные лампочки она и должна стоять не надо никакой изобретать велосипед я говорю вы поездите просто перед тем как поставить поездить за таким человеком посмотрите как это все выглядит как это все отвлекает когда ты едешь ладно там едешь там сто метров за ним проехал обогнал уехал это одно дело когда ты там едешь где-то в пробке не в пробке допустим даже по тому же уралу вот это моргание видишь голова не знаю у меня просто голова последнее время я ехал моя голова разболелась просто из-за этих лампочек моргающих поэтому не знаю не знаю так же как это ехал тогда возвращался с югоф тоже у парня было тут полоса это моргающая бегающая тоже ну я не знаю я говорю я понимаю там лампочек навешают сзади там кока-кола праздник там приходит машина едет это одно дело они просто светят и светят а там бегающие вот эти все полоски моргающие которые я не знаю светит как прожектор полоса это красная блин ну для чего их ставить для чего она нужна не нужна это делать по глазам бьет это конкретно красота то все таки какая я надеюсь что когда я поеду обратно ветер будет дуть в ту же сторону в которой он дует и сейчас ну то есть не по отношению ко мне а вообще то есть вот он дует туда на Барнаул вот я и надеюсь что дуть он будет на Барнаул а если по отношению ко мне то получается сейчас он дует мне в Халибало и обратно я поеду и он мне тогда будет дуть в Халибало и меня это ничего никак не устраивает я хочу по коммерческому ветру еще ехать ладно сейчас пустой а потом то груженый буду жиловато будет ехать ну вот сейчас погодка стала получше гораздо лучше подъезжаем уже загрузки где-то поселок скоро будет с правой стороны чуть-чуть осталось что-то какая-то суета все выехали мы из дома выехал я наконец-то хотел тут сделать динамики подключить обшил эти как их называют обшивки он сделал с одной и с другой стороны оставил динамики в двери вот хотел подключить стоял подключал их тут сигнал делал короче всякой херней занимался и вот только только выехал вот сегодня мы дойдем до 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 каргата надо дойти как минимум да наверно до каргата дойдем сегодня хотелось бы до каргата до до шмаков но время 10 до полина то 3 часа это в час ночи где-то только туда приеду короче анус опять опять начинаются гонки непонятные эти вот доезжаем до шмаковых там ночью и завтра с утра встаем и двигаемся дальше напоминает двигаемся мы загрузились мы до уфы везем мы почти 10 тонн вагонки там в районе 20 кубов гидровой грузили через зад выгружать будем тоже я так думаю через зад не хочу я бок открывать так нормально вытаскивают в общем как то так ну а потом искать домой груз домой ну а там еще чуть-чуть и новый год по приезду будет вот зарево желтая от этих от теплиц желтизна такая вот потом новый год было предложение уже до улана д загрузиться с челябинска в понедельник вторник но я не успею загрузиться не успею вернее приехать у меня там 29 планы надо кое-что будет делать 29 числа декабря 28 день рождения 29 там работа будет уже взял надо будет поработать и как бы там без вариантов а чтобы успеть это надо я не знаю двух второго садить кого-то брать с собой вторым водителем и педалировать и опять же неизвестно что будет култук закроет не закроет что-нибудь какая-нибудь беда и я встану буду курить ну а так пока там грузов ближайшие эти нету ближайшая местность нету ну еще пару дней еще завтра суббота воскресенье будет день но выходные вряд ли кто-то что-то позволит но это завтра будем ждать на недельник вернее будем ждать просто понедельник верим быстрее не получается уехать по одной простой причине что-то я нажимаю педаль газа и вот так вот растут обороты и набирается скорость потом придут убрание братья ноги с педали акселератора они обратно возвращаются гололед вообще конкретный вон она 10 тонн 10 тонн почти в машине там 9 с копейками и как бы задняя часть пригружена и вот так вот едем вот такая у нас хорошая дорога нынче будет ребята говорят сегодня до омска ехали по такой дороге я чувствую я далеко меня так не хватит доехать бы вот реально сейчас до этого как он называется до форпоста не до форпоста как дошмаковых доехать бы до туда там остаться и все страстать уже с утра ехать спокойно потому что это это не езда это омск проезжаем черт какой-то туманчик стоит такой непонятный причем здесь вот уже переехали реку когда пост прошли старый вот начался такой вот туман стоит на улице кстати похолодало минус 5 соответственно где-то если он показывает минус 5 значит по факту где-то градусов 7 так вот да похолодало на улице ты смотри качу то 0000 а тут хрен повдоль 7 уже минус 5 резко как причем я сейчас проходил сейчас он смотрел мост проходил через рты где-то 3 градуса до еще до моста по мосту по переехал а здесь вот прям резко минус 4 показывает минус 5 но давайте условимся что я всегда буду говорить фактически сколько сколько здесь показывает столько я и говорю по факту примерно 2 градуса разницы где-то так вот еще время у нас уже 6 6 нашего 5 местного уже на час вперед у нас часики перелеснулись перелеснулись сегодня нам бы дойти куда-нибудь за честно сказать до Ишима бы дойти и было бы хорошо прям было бы шоколад еще лучше было бы если бы мы до Бердюшки дошли но мы вряд ли дойдем до Бердюшки у нас время будет уже просто сейчас пока по объездной час это 6 часов местного потом до этого как он называется до крутинки 3 часа где-то 2 с половиной выходит по времени это 3 часа 3 с половиной пускай часа около в районе 3 с половиной часов и там в принципе до Ишима там можно дойти сегодня ладно не будем загадывать посмотрим двигаемся пока да погодка то вообще испортилась здесь он резко похолодало уже 9 градусов минус 9 прям такой ощутимый гололед и туман о впереди говорят там 2 аварии докуда такая дорога я не знаю но если она будет если она будет до дальше туда объездной то я не знаю даже до куда мы сегодня дойдем мы далеко сегодня не уйдем никуда максимум наверно тюкала по максимуму что я вывезу по такой погоде ехать водка конечно шепчет налей и убей так ну как депутат теплёшко тэн час хвостом обморозил это грейка крыльца в и в погода мрак загружаем пойду магазин схожу подвратить колбасы на басы и надо бить пакетик заварить а то дарма возим иначе больше не заработали выгружаемся и наверно где-то надо стать постоять пока грузов нет пока нет и 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 либо может сразу сейчас уйдет перегрев шла в перегрев первая ошибка это перегрев у нее идет но мы тем временем двигаемся задним ходом будем вставать под кран и выгружаться а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok